И снова всем здравствуйте! Хочу поведать вам о разновидностях стандартных распредвалов для восьмиклапанных двигателей переднеприводных автомобилей ВАЗ. Начнем с самого первого распредвала 2108. Он устанавливался на карбюраторные моторы 2108 объемом 1,3 литра и 21083 1,5 литра. На одном из концов для привода бензонасоса имелся специальный эксцентрик. Для двигателя 21081 объемом 1,1 литра был разработан специальный урезанный распредвал 21081 с меньшими подъемами. Отличить распредвал 2108 от 21081 можно по специальному выступу. Следующий появился распредвал 2110 и его разработка была связана с тем, что первые серийные десятки не развивали паспортную максималку. По крайней мере такая информация была случайно обнаружена в одной из статей журнала за рулем. Из-за увеличенных подъемов и перекрытия клапанов, даже несмотря на то, что фазу на впуске уменьшили, он поднимает крутящий момент и слегка увеличивает максимальную мощность. Данный распредвал устанавливается на карбюраторные двигатели 2110, а также инжекторные 2111 объемом 1,5 литра, которые не были оборудованы датчиком фаз. Следующий распредвал 2111 отличается от 2110 только наличием штифта для датчика положения распредвала или в простонародье датчик фаз. Это позволило реализовать отдельное управление форсунками вместо одновременного либо попарного впрыска, как было на старых версиях. В связи с этим, в эксцентрике под бензонасос имеется фрезеровка и отверстие, куда впрессован штифт. Установка данного распредвала на карбюраторные версии невозможна, точнее возможно, но только если перейти на электрический бензонасос низкого давления, замена механического. Но, впрочем, это совсем уже другая история. Такой распредвал устанавливался на двигателе 2111 оборудованное датчиком фаз, а также двигателе 11183 21114 объемом 1,6 литра. А вот теперь эксклюзив. Данная особенность была замечена мной несколько лет тому назад в процессе изучения каталогов запчастей по грантам и калинам второго поколения. Как известно, на машинах с Егазом датчик фаз убрали, ввиду того, что более мощные ЭБУ позволяют вычислить положение распредвала без использования датчика фаз. Но если мы посмотрим в каталог гранты, то там обнаружится не обычный 2110 распредвал, а 2111, чуть отличающийся по маркировке. Но, как понятно, он без штифта для датчика фаз. Но если посмотреть в каталог Калины 2, то там обнаружится еще один артикул. И тут у меня закрались сомнения, что отличие не только в штифте. Несколько раз я пытался обращаться в поддержку автоваза с просьбой разъяснить в чем отличие распредвалов, но получал всякие дурацкие отписки. Пробовал также связаться с людьми на ЛК форуме, у которых есть выходы на сотрудников ваза и тоже безрезультатно. Потом кидал клич на Drive2, а также в комментариях на ютубе. Три человека правда отозвались, за что им отдельное спасибо. Я попросил их измерить кулачки, так как по ним можно вычислить подъем и сразу будет понятно, есть ли глобальные отличия или же их нет. Итого у одного получилось подъем 10.0 на впуске, 9.6 на выпуске, что явно больше простого 2111 распредвала. У другого вышло 10 мм на впуске, но почему-то 9.3 на выпуске. А у третьего оказались подъемы абсолютно стандартные, то есть 9.6 впуск и 9.3 мм выпуск. Двигатели у первого и третьего человека 186 и они оба 2014 года выпуска. Так что вопросов больше, чем ответов. Также в процессе ковыряний выяснилось, что у двигателя 1118350, то есть мотор с тяжелой поршневой, но с егазом и впуском, выпуском от Гранты, у евро 3 версии мощность в документах указана 84 лошадиных силы, а у евро 4 уже 82, то есть как у обычного 1.6 с механическим дросселем. Это наблюдение натолкнуло меня на мысль о том, что в процессе ужесточения евро норм мощность начала падать и чтобы удержать характеристики скорее всего изменили профили кулачков, но это конечно же только мои догадки и на 100% утверждать я не могу. Также на ЛК форуме была отдельная тема про расход двигателя 1118350. Споры велись о том, что у кого-то он на 1-2 литра потребляет больше топлива, чем было у тросиковой версии, а у других он практически по расходу не отличается. Возможно именно разные распредвалы по характеристикам и влияют на это, а может быть дело в том, какая версия мотора под евро 3, либо евро 4. Неразгаданной странностью долго оставалось, почему распредвал без штифта для датчика фаз имеет маркировку 2111. Но ровно до того момента, пока в процессе гугления не обнаружено, что у таких распредвалов вроде как фрезерованная площадка есть, а также отверстие под штифт, а самого штифта нет. На этом мои копания к сожалению закончились, поскольку Гранд и Калин 2 у нас в Украине крайне мало, а уж разборок по ним так и подавно. Иначе можно было бы купить заводской распредвал и его уже промерить. В магазинах у нас тоже к сожалению такого нет, а привезти могут только под заказ и это будет код в мешке, поскольку какая версия придет неизвестно. Ну а теперь пару слов о новом моторе 11182. Там как известно распредвал другой, не чугунный, а стальной из пустотелой трубы с нанизанными кулачками. И судя по всему он совершенно несовместим со старыми ГБЦ, да и спроектирован он под другие толкатели. На фото, которые утекли в сеть с презентации этого мотора, была информация о фазах старого и нового распредвала. Но увы, качество изображений не позволило разобрать точные значения, а так бы это немножко прояснило ситуацию. Также когда-то давно мне еще на одном из форумов встречалась информация про какой-то распредвал с отливкой 2113 или 2115, но никакого подтверждения или дополнительной информации мне найти к сожалению не удалось. Возможно то был какой-то либо мелкосерийный, или же экспериментальный, или просто нестандартный распредвал. На этом у меня пока все, оценивайте видео, пишите что думаете по этому поводу в комментариях, и особенно если у вас есть какая-то дополнительная информация, а может быть даже подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотр и всего хорошего.